11 декабря в России отмечается День Андреевского флага. Обязательным государственным атрибутом является флаг, который создается на основе сочетания разных цветов и символов. Но свои собственные знамена есть и у других административно-территориальных единиц, международных организаций, правительственных учреждений и воинских формирований. Для армии флаг не просто играет символическую роль, он является одним из главных элементов существования боевой единицы. В былые времена потеря боевого знамени могла привести к распуску всей части, которая не смогла уследить за своим флагом. История создания русского военно-морского флота связана с Петром Великим, который после своего путешествия по странам Европы принял решение о необходимости формирования сильной армии на море. Для нового боевого соединения требовался свой флаг, поэтому император лично занялся его разработкой. Всего было отрисовано 8 вариантов, из которых выбрали самый удачный. Фактическая история Андреевского флага на Руси берет свое начало 11 декабря 1699 года. В начале на стяг был просто добавлен Андреевский крест, а полный переход на флаг в привычном виде состоялся в 1712 году, после чего его использовали на всех суднах русской эскадры. Стоит отметить, что Андреевский крест уходит корнями в далекое прошлое, связанное с религиозными событиями. Дело в том, что один из апостолов, Андрей Первозванный, был казнен через распятие на косом кресте, после чего его стали именовать Андреевским. Данный символ весьма популярен в Геральдике и часто используется на флагах в различных вариациях. Его можно увидеть на полотнищах Ямайки, Великобритании, Шотландии, Австралии, британских территорий и различных региональных объединений и организаций. Окончательно утвердив русский Андреевский флаг, император Петр молвил такую фразу «Флаг белый, через который синий крест святого Андрея того ради, что от сего апостола приняла Русь святое крещение». Именно под этим знаменем императорский флот одержал большое количество славных побед и совершил массу героических подвигов. За всю историю сражений, коих наберется несколько десятков, Андреевский флаг был спущен командой лишь дважды. Впервые добровольно капитулировал фрегат «Рафаил», сдавшись на милость турецкой эскадре в мае 1829 года, а во второй раз сдались сразу пять кораблей в период Цусимского сражения русско-японской войны. Важность знамени для флота свидетельствует тот факт, что в напутственном слове перед битвой командир корабля говорил в конце фразу «С нами Бог» и Андреевский флаг. «Защищать знамя нужно было до последнего, а в крайнем случае уничтожить, но не отдавать в руки врага». Андреевский флаг в СССР Андреевский флаг военно-морского флота утратил свой официальный статус в 1917 году после революции, но до 1924 года его использовали корабли мятежных белогвардейцев, которые сражались за восстановление монархии. В советские времена все символы императорской России находились под строгим запретом. Во время Великой Отечественной войны под Андреевским флагом сражались коллаборационистская армия генерала Власова. Из-за этого частью населения белое полотнище, перечеркнутое синим крестом, воспринимается негативно. Но здесь стоит отметить, что просто не все знают истинного происхождения и значения этого символа. Военно-морской Андреевский флаг после распада СССР был возвращен русскому флоту 17 января 1992 года. Примечательно, что за день до этого состоялась встреча главдержав СНГ, на которой было принято совместное решение вернуть на корабли исторические знамена. 21 июля 1992 года был подписан соответствующий указ президента Российской Федерации об использовании Андреевского флага всеми боевыми единицами военно-морского флота. Праздник Андреевского флага было решено отмечать 11 декабря, чтобы отдать должное его создателю. Для населения в целом этот день проходит практически незаметно, но на флоте дата является одной из главных в году. Все моряки поздравляют друг друга с праздником, а на кораблях подают торжественные обеды. Также командование проводит лекции по истории русского флота, чтобы поднять боевой дух личного состава и показать, что они могут гордиться своими предками. Морской Андреевский флаг реет не только на кораблях флота, но и над Кронштадтским маяком. Именно этот город-порт является колыбелью русского флота. Так что здесь, вопреки сложившейся традиции, используются не региональные символы, а военные знамя. Хотя на самом флаге города нет никаких символов, связанных с Андреевским крестом. Никто из горожан не возражает против такого символизма. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok